Всем привет друзья, с вами Джонни и это 21 серия нашего пути ютубера на проекте Родина РП сервер, Восточный округ. Как и всегда ссылку на родину я оставлю в описании, ну а при регистрации на сервер указывайте мой никнейм, чтобы на пятом левеле получить небольшой бонус. Но если хотите, чтобы я лично выдал вам целых 2 миллиона рублей на шестом левеле, указывайте мой промокод решеточка стар, ну а после отписывайте мне во вконтакте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Ну что ж, как мы помним, в прошлой серии было у меня целых 11 миллионов, ну и я снова решил забежать в казино. К сожалению на 4 миллиона я не успел залететь, но зато на 6 миллионов втроем игра у нас успешно начинается. Первому игроку падает четверка, второму 11, и тут я понимаю, что ну вряд ли мне выпадет 12, падает четверка, ну и я проигрываю. Остается всего лишь 5 лямов на руках, кто-то ставит ставку в 2 миллиона 652 тысячи, также играем втроем. Сначала падает 5, потом 6, ну и я выбиваю девятку. 7 и 9 миллионов, плюсую на свой баланс. Наступает моя очередь ставить ставку, ну и понятное дело я ставлю все ва банком, 9 миллионов. Общая сумма ставки у нас 27 кака, если я сейчас выиграю, то я обязательно уйду из казино. Первый игрок выбивает девятку, второй тройку, ну и кто его знает, выбил 7. Обидно, проиграли 10 миллионов, на руках у меня оставалось 500 тысяч, в принципе с этого можно камбэкнуть, но желания у меня этого делать явно нет. Ставлю последнюю ставку в 550 тысяч и в конечном итоге проигрываю. Остается у меня 18 280 рублей, и на этой нотке я решил отправиться на праздничную площадь, чтобы помочить зомбаков, но и выполнить все задания из квеста. И на самом деле, если вы реально проиграли все свои деньги, то советую отправиться сюда, ибо это очень кайфово просто сидеть и деймить этих зомбаков. Сейчас я выполняю задания, где нужно убить по каждому типу из зомбаков. Некоторых нужно 20, некоторых 10. Также есть задания, где нужно собрать мертвецкую плоть. Убивая каждого зомбака, с них падает иногда мертвая плоть. Именно ее и нужно собрать. Поначалу мне казалось, что это очень долго, я буду проходить эти задания. Наверное, моя самая большая ошибка была в том, что я убивал этих зомбаков с помощью оружия. Ну а на патроны к ним, понятное дело, я тратил деньги. Учитывая, что было у меня всего лишь 18 тысяч, купить патроны к оружию денег не хватало. Поэтому я решил пока что, что буду собирать ту самую мертвую плоть. Ну а уже патроны, которые есть в инвентаре, пустить в ход. Также есть такие зомбаки, которые начинают стрелять прямо по вам. Выглядят они вот так вот. И если у вас нету бронежилета в инвентаре, то даже не советую сюда соваться. Ну а сейчас, друзья, берите на заметку самый годный лайфхак. Короче, самое главное это, естественно, иметь бронежилет при себе. Его вы можете закупить в любом магазине 24 на 7. Ну а дальше отправляемся на заправку. И отсюда покупаем бензопилу. Спросите, для чего? А для того, чтобы убивать тех самых зомбаков. Ну и также бензопилу советую активировать. Будучи не на праздничной площади, ибо там у нас зеленая зона. Можете активировать сразу же на заправке. Ну а дальше уже отправиться на праздничную площадь. Подходим к квестовому персонажу и проверяем первую главу. Как вы можете заметить, выполнил я довольно неплохое количество заданий. Обязательно забираю награду с них. Большинство этих заданий заключались в том, что мне нужно было просто убить тех самых зомбаков. Осталось выполнить одно задание с образцами, где нужно разбить два кокона. Также нужно мне убить 20 тяжеловесов и 70 болванчиков. Также есть одно задание, связанное с тем, что нужно нанести 250 тысяч урона. Чтобы вы понимали, это вам нужно убить 1250 зомбаков. Без разницы, как они выглядят. Просто нужно такое большое количество убить. И это на самом деле много. Поэтому тратить свое время ради 150 азекоинов, ну я точно не буду. Ну а с помощью пилы, друзья, как мы видим, просто подходим к этим самым зомбакам, зажимаем кнопку. И буквально за несколько секунд мы их убиваем. И это куда быстрее, нежели чем если бы я стрелял по ним из оружия. То самое задание, где нужно было собрать 50 мертвой плоти я также выполнил. Забираю награду и получаю 150 азекоинов. Ну и также решил посмотреть, какие задания есть во второй главе. Ну а тут уже более такие сложные задания, связанные с крафтами. Видимо также с убийством зомбаков. Но в нашем случае это будет слендермен. А, и кстати, есть задание участник. Мне нужно поучаствовать еще один раз в гонках, поэтому давайте быстренько я доберусь до этого места. По итогу выполнил и это задание, поэтому можно прямо сейчас забрать обе награды. Также есть еще одно задание, где нужно продержаться 20 минут в зоне с зомбаками. Тоже довольно легкое задание, учитывая, что не все они по вам стреляют. Ну а вот для того, чтобы выполнить задание с образцами, где нужно убить или разрушить два кокона, без ганов уже никак. Подходим к этим самым красным штучкам, и как мы видим, у них у каждой по 10 тысяч хп. Поэтому патронов вам потребуется приличное количество. Самое главное, будьте осторожны, чтобы никто у вас не застилил этот кокон. Ну и как мы видим, квест образцы завершен. Забираем обязательно награду, а именно 50 азекоинов. Ну и следующее задание, наверное, я выполню тяжеловесы, ибо осталось мне убить всего лишь 9 зомбаков. Добиваю последнего зомбака, и получается, что в первой главе у меня есть еще два непройденных задания. А именно, убить 70 болванчиков, ну и нанести 250 тысяч урона. 250 тысяч урона я точно наносить не буду, поэтому уже в следующей серии мы выполним задание из второй главы. Ну а с вами был, как всегда, Джонни Стар. Всем до скорого!